Ну, это врожденная, как правило, патология, называется монохромазией. То есть, передается, как правило, по женской линии. То есть, женщины болеют реже, то есть, они могут носителями быть этого гена, а передают своим сыновьям. Соответственно, они теряют от одного до трех цветов, эти люди, и, соответственно, они видят или так, или по-другому. То есть, они опираются тогда больше на контраст. То есть, специальные таблицы Рабкина, предположим, существуют, это древние таблицы, но они остались до сих пор актуальны. То есть, рисуются кружочки, например, девятка рисуется кружочками более интенсивными. Эта девятка оказывается шестеркой, нарисована на этом же контуре зелеными, соответственно, кружочками. И человек, который не видит зеленый цвет, он говорит, там, девятка. Почему? Потому что он опирается на интенсивность освещения. А на самом деле это шестерка. Но это не лечится. Поэтому вылечить это невозможно. Все врожденные патологии, они крайне сложно лечатся. То, что мама передала, там, не только мудрость, но и монохромозию, соответственно, она останется у ребенка. Ну, выявляется это обычно при специальном обследовании. Вот человек, который не знает, когда было сладко, например, откуда он может знать, как сладко? То есть, к этому приходит, и оказывается, что он плохо видит. Он думает же, все так видят. Надо сравнить. И специальные таблицы выясняют. Ну, это важно, понятно, в какой жизни. В бытовой жизни там не важно, арбуз там зеленый, не зеленый. А если там это военнослужащий, там водитель, то понятно, какие там моменты. Что горит зеленый, он говорит нижний. А если светофор так повесили, какой должен нижний гореть или левый, правый. Соответственно, ну, это, еще раз повторяю, это только как получается у нас находка офтальмологическая, лечение невозможно. Восторг. Восторг.